Звание Дагнада уже сказал, Петел Петрович. Я должен в качестве преамбула здесь вам сказать следующее. Дело в том, что почему в последние годы стало так много внимания деляться биобезопасности? Во-первых, несколько лет назад, в 2002 году, вышло такое издание «Биологическая безопасность», это американская фундаментальная фотография, в которых были приведены ссылки или описания более чем пяти тысяч инцидентов в лабораториях, клинических центрах и на биотехнологических производствах, где возникали серьезные аварии с биологических иных материалов. Эти аварии привлекли за собой болезни и даже смерти людей, они привлекли за собой крупнейшие аварии с поражением животных, Последняя из таких аварий была, как вы знаете, наверное, в Англии, когда из цеха, которая приводилась вакцина против Хешера, была утечка неимитивированного материала, и в результате было заражено несколько сотен удалов скота в Англии, что повлекло за собой, прежде всего, экономические потери из-за запрета на трекста. Во вторую очередь, экономические потери были из-за необходимости дезактивации нескольких сотен, если не тысяч гектаров земли. Ну и в-третьих, нужно было еще мониторить в течение года, чтобы посмотреть, что вирус не сохранился в природе. К сожалению, динамика этих случаев такова, что они не уменьшались существенно в течение десятилетий. Конечно, это сопровождалось тем, что росло число лабораторий, которые исследовали особо опасные объекты, росло число биотехнологичных производств, но все равно, казалось бы, при усовершенствовании инженерных систем должны были и уменьшаться и число вот этих самых инцидентов или аварии. Так вот, начало оно уменьшаться фактически только после выхода вот этой самой книги. После нее была собрана команда Всемирной организации здравоохранения, которая разработала новые рекомендации по биобезопасности ВОЗ. Они были опубликованы в 2004 году. И после этого по всему миру пошла волна переработки национальных руководств по биобезопасности. Я напомню еще раз, что руководство ВОЗ называется рекомендация, я так называл руководство. На самом деле это рекомендации, а в национальные это уже руководство. То есть у них другой статус, статус обязывающий, и статус за нарушение которого следует разные административные и в том числе и уголовные доказательства. Надо сказать, что руководство ВОЗ оно небольшое, оно в районе 100 страниц, а вот национальные руководства они существенно больше по объему. Самая короткая из них сейчас это канадская, оно всего страниц 160 составляет, американское руководство больше 400 страниц. Ну вот я видел, правда не в руках не держал, английское руководство, оно тоже где-то полтора раза всего меньше американского. Ну и другие страны тоже начали перерабатывать свои документы. Этот процесс далеко не закончен, далеко не все страны новые версии еще сделаны. И я могу сказать здесь несколько слов про Россию. У нас нет единой книжки правила безопасности. У нас три книжки есть. Это санитарное правило по работе со сбудителем 1 и 2 групп. Аналогичное правило по работе со сбудителем 3 и 4 групп. И еще есть у нас инструкция по хранению, перевозке и учету этих самых фотогенов всех групп. Вот эта последняя книжка у нас издание 95-го года. Книжка, которая определяет правила по работе со сбудителем 1 и 2 групп, она у нас с 2003 года, то есть она вышла до правил ВОЗ. И вот книга по работе со сбудителями 3 и 4 групп, она вышла в 2008 году, но ее уточненная редакция вышла в 2009 году. Потому что вот у нас такая ситуация с этим делом. И понятно, что две, по крайней мере, части из этих всех правил, они у нас вышли до обновленного руководства СМИ. Но мы тут еще раз повторяюсь, не одиноки. Очень много стран до сих пор это не обновило. И в результате, когда приходится ученым из одной страны переезжать в другую, они сталкиваются с тем, что там правила очень сильно отличаются. Приборы похожие, а правила отличаются. И получается так, что люди находятся, так сказать, в таком мире из многих стандартных. И этого все-таки надо начинать избегать. Именно с этой целью идентифицировалась работа Международной Федерации Ассоциации Беребезопасности. Вот эта ассоциация поэтому год 2011 объявила годом построения международных сообществ по Беребезопасности. И это является, собственно говоря, первым шагом для гармонизации правил Беребезопасности и для гармонизации стандартов. Потому что здесь у нас очень много происходит всех недоразумений. Все объявления о том, что этот год 2011 будет годом построения ассоциаций или обществ, или сообществ по Беребезопасности, она прозвучала еще в середине прошлого года. И многие национальные ассоциации к этому начали готовиться переводить на свои языки материалы Международной Федерации, ну и много других всяких мер нашей республики. Сама ассоциация вот эта или Федерация создана более десяти лет назад, и она помогает как раз гармонизации различных программ, правил руководств, с тем, чтобы они соответствовали друг другу в разных странах, и в первую очередь соответствовали рекомендациям ассоциальной организации здравоохранения. Так вот они оказывают помощь, вот эта вот, Федерация оказывает помощь в разработке национальной политики и руководства Беребезопасности. Они оказывают помощь в развитии инфраструктуры диагностических лабораторий. Надо сказать, что здесь есть несколько строительных организаций, работающих в многих странах, которые для себя разработали правила проектирования таких биотехнологических лабораторий, диагностических лабораторий, и эти правила, они, так сказать, предлагают внедрять всем странам. Стоит это, конечно, очень недешево, но надо сказать, что достаточно построить одну такую лабораторию, и дальше ее, так сказать, изучать и воспринимать как такой уже реальный стандарт, на котором должно все делаться дальше. Далее. Эта Международная Федерация оказывает помощь при консультировании в части тренинга и обучения биобезопасности. В них есть готовые программы по тренингам и готовые, скажем так, лекционные курсы, которые, правда, еще не устоялись, и они обновляются в значительной степени каждый год. Ну и, наконец, эта Федерация консультирует при создании профессиональной ассоциации и обществе по природной безопасности. Что задумано на 2011 год? Значит, есть программа проведения этого года. Она присутствует на сайте Международной Федерации. Этот сайт я потом покажу. Кроме того, на этом же сайте расписаны уже все мероприятия года, которые будут проходить в нескольких десятках стран. Эта карта обновляется, потому что многие страны еще решили дополнительные какие-то мероприятия, конгрессы и конференции у себя сделать. Новая программа разработана по определению, так называемых, игровых лидеров или героев биобезопасности. Это имеется в виду награждение или каким-то образом другим выявление и обозначение заслуг ведущих специалистов мира, которые участвовали в разработке правил, руководств и рекомендации по биобезопасности, или которые, так сказать, успешные программы создали в очень интенсивно работающих учебных заведениях или лабораториях, которые привели к тому, что аварий там практически нет. Далее, вот я вам говорил уже, что есть какие-то учебные программы. На самом деле, вот то, что они совершенствуются каждый год, это привело к мысли, что должна быть какая-то унифицированная международная академическая программа по биобезопасности. В пункте 4, она здесь оговорена, к разработке этой программы привлечен университет ООН и на его базе, по всей видимости, будет прочитан первый пробный курс, это, так сказать, курс для тренеров или курс для последующих преподавателей. Далее разрабатывается международная аккредитационная программа по биобезопасности. Есть такие программы в разных странах, они присутствуют, эти программы совершенствуются, у нас еще и передаются из ведомства в ведомство, но они работают, но предложено все-таки сделать международный, так сказать, алгоритм аккредитации и потом его применять к ведущим лабораториям, а потом уже это все остальное. Кроме того, в этом году будет проведена серия мировых дней для безопасности. Первый такой день был проведен на конференции в Таиланде, которая была с 6 по 11 февраля этого года. Можно уже посмотреть, что они там делали. Ну и наконец, последняя, но на самом деле главная активность, это интенсификация создания ассоциаций или обществ по биобезопасности тех странах, которых они еще не создадут. А теперь сделаем небольшое такое отступление, значит, к одному из инцидентов, ну, их инцидентов по биобезопасности, который состоялся, как вы знаете, в октябре 2001. Это рассылка писем в Соединенных Штатах Америки со спорами Сибирской язвы. Вот здесь, на этом слайде я превожу оригиналы конвертов, в которых она рассылалась. Значит, когда эти конверты выставлялись на интернет-сайте, там не было всяких подробностей насчет них. А подробности довольно странные, понимаете. Во-первых, споры сибирской язвы были не просто засыпаны в этих конвертах. В этих конвертах содержался еще конверт из Харги, запечатанный Рика Бастерем и еще дополнительной ленты. То есть, на самом деле, чтобы открыть эту штуку, надо было открыть внешний конверт и открыть еще и вновь. Во-вторых, сами вот эти конверты, они были дополнительны к обычной заклейке, они были еще заклеены тоже назначенной лентой. То есть, на самом деле, открывать их надо было специально и специальными действиями. Только тогда споры сибирской язвы высыпались. Ну и кроме того, видно, что конверты были подписаны печатными буквами. То есть, первое впечатление было, что писал какой-то человек, не очень хорошо знающий английский язык. Вот. Но потом, так сказать, многочисленные анализы выявили, что все не совсем так. Текст был практически стандартный в каждом конверте, тоже печатными буквами, тоже с нарочитыми такими ошибками. Ну, знаете, как здесь написано слово «тенцелин», «пеноцелин», «this is next», «take пеноцелин now», «смерть Америки», «смерть с хорошим знанием делом». Если сравнить, например, с попыткой использовать сибирскую язву для заражения людей в Токио, в секторе АО «Синрикё», там они просто, так сказать, гитры, которые в Токио применялись, они были в сто раз ниже расчетных, которые должны были быть. А споры были просто вообще очень низкого качества. Здесь все было очень высокого качества. Все добавки были сделаны к этому делу профессионально. И вообще говоря, как потом выяснилось, получить аналогичный препарат специализированной лаборатории очень и очень непросто. То есть явно здесь работали, так сказать, люди не с улицы пришедших, понимаете, а явно здесь работали профессионалы и, судя по всему, делали это тоже очень приличный лабораторий. Генетический анализ показал, что, ну и исторический анализ показал, что источником штамма является штамм ЭМС, выделенный от умершей коровы в 81 году. После этого здесь приведена карта, куда этот штамм был направлен, в какие лаборатории. И, в общем-то, тут же были взяты конечные штаммы, искаженные лаборатории и секвенированные ключевые места, чтобы определить, какой из них делишь. Так вот, к всеобщему удивлению, наиболее близким оказался штамм, собственно говоря, из армейского института Форд-Этвит, в котором, вроде бы, самые жесткие условия хранения. После этого поиски интенсивно продолжались уже в самом Форд-Этвит и в его лаборатории. И, начиная с 2002 года, значит, было четыре подозрения. Он уже это сделал. Подозрение номер один исламиста. Оно уже через полгода исчезло, когда увидели качество препаратов. Следующий был доктор Стивен Фадфилд. Он ранее был сотрудником Юсамрида. Но дело в том, что он уже не работал в 2001 году в Юсамриде. Он ушел оттуда существенно раньше. Тогда было непонятно, куда же он взял препарат, если он там сам не работал. Но он оказался, вообще говоря, человеком достаточно мужественным. Он вначале отбивался от обвинения. Потом сам выступил с иском к суду и, так сказать, потребовал объяснить, почему его подозревают, почему на него тратится столько времени и какими интересными своими акциями он способствовал тому, что его стали считать и подозреваемым. Он этот суд выиграл, в конце концов. Ему выплатили даже компенсацию. Вот. И начали искать дальше. И вот следующий сотрудник, который попал в подозрение, начиная... Он, правда, попал в подозрение еще в 2002 году, но потом от этого отказались. Вот. В 2003 году он получил даже награду в Министерстве обороны США. Это одна из высших наград исследователям, которая отдаётся, за то, что он разрабатывал вакцину в средстве. Но потом на него подозрение стало падать все больше и больше, потому что у него именно в холодильнике были найдены эти колбы, в которых винтическая структура наиболее сильно совпадала в винтической структуре в наших штабах наверх.